Меня зовут Екатерина Суржанинова и я художник. Наверное, как и все дети, рисовала в детстве, любила рисовать и уже лет в пять, наверное, у меня была мечта такая, стать художником и вот она наконец-то начала воплощаться, но все это время я рисовала и поступила в художественное училище, там училась и узнала, так сказать, основы. Я сразу получила в художественном училище. Музыка Воле судьбы пришлось покинуть родные края, но всегда мечтала вернуться. Я приехала туда и первым делом не удержалась и пошла на речку Колыма набраться сил, она такая большая и погода на Колыме переменчивая. Бывает то, что тишина и штиль, река отражает облака и буквально в часы и в минуты может подняться шторм и вода вскипеть. И в такие моменты человек осознает то, что он не царь природы, то, что он является скорее ее частью, частью огромного мира. Музыка Возле поселка Черский находятся сопки родинка и пантереиха. Оттуда открывается прекрасный вид на Колму, на ее притоки и бесчисленную гладь озер. Конечно же, я туда поехала посмотреть, написать и еще раз удивилась и влюбилась в свою родину, как же там было красиво. Мне показалось, что это какое-то сакральное место, что там только ветер, камни и кедровые складники. В июне этого года меня пригласили в село Колымское, дети Вера Дырылкина. Мы еще заранее с ней договорились. Я приехала туда, по идее на неделю, но задержалась из-за болезни и написала там три картины. Она такой милейший, восторженный человек. Вместе с ней мы съездили на Концобой. Это гора на границе между Нижнеколымским районом и Среднеколымским. Ездили на озеро Ватикное вместе с ней. Она меня знакомила с людьми. И на Малон, это такая речка с чистейшей водой, туда мы ездили просто рыбачить. На Концобой нас повез Ваня Бобров. Был такой светлый, теплый день, ярко светило солнце и на небе не облачко. С нами еще была Марина Фомина. Там было прям как на курорте и ничего как бы не предвещало беды или там изменение погоды. Но когда мы выезжали оттуда обратно в село, солнце садилось и ехали по речке и видим там в середине реки туман. Ехали в него, плутали, там два раза садились на мель, из воды торчали бревна. В общем, приходилось даже выходить в середине реки толкать лодку. Но я не вышла, потому что у меня сапоги были короткие. И вышла у нас Марина Фомина с самыми высокими сапогами помогала толкать лодку. Мы добрались, замерзли, конечно, ветер дул. Картину у меня летало, приходилось ее держать. Но доплыли. На вытекном озере, наоборот, все было так солнечно и тепло. Очень хорошо встретили нас Иван Иванович и Катерина. Это супруги, они были тундровиками, оленеводами. И всю жизнь провели в кочевьях. Ну, сейчас уже вышли на пенсию и занимаются рыбалкой. Но все равно они прекращают свой кочевой образ жизни. К ним приезжают разные люди. И я приехала туда написать портрет Ивана Ивановича в Яранге. Приезжали несколько дней. Нас возил тот каждый день ровно в 9 часов. Он нас ждал на берегу. Мы уезжали на вытекное озеро. Это совсем не далеко от Колымского. И по 2-3 часа, несколько дней подряд, несколько сеансов, портрет Ивана Ивановича был готов. На Конзобой еще мы один раз поехали. Как раз в день, когда я дописала портрет Ивана Ивановича, нам позвонил Ваня Бобров и сказал, поехали на Конзобой. И мы буквально с вытекного озера до Колымского добрались. И потом поехали на Конзобой уже ближе к вечеру, когда солнце садилось. Там написала закат, пейзаж заката. Вот обратно отправилась в Черский. И была такая задача у меня поехать в стадо именно на север, в устье Коломы. Посчастливилась, я договорилась с главой оленеводческой общины Телор, Вячеславом Кемблером. И мы поехали туда на 2-3 дня. Была, конечно, пасмурная погода уже в конце сентября. Река была неспокойная, дождь моросил. В общем, солнышко не выглядывало в эти дни. Мы ехали через Краснушку и доехали до стада. Оно было на участке Шилаурова. Они остановились, там уже как неделю оленеводы жили. Но стада не уходила никуда. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 На Клэмском пленере я написала 13 картин. И вот некоторые из них представлены здесь. Два портреты и этюды пейзажи. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, много что может поменяться. Но, естественно, на портреты уходит больше времени. Допустим, портрет Анны Дмитриевны рисовала в Клэмском. На него ушло около 15 часов. Она сидела в меховой одежде. И, как назло, в эти дни было довольно тепло. Двадцать с лишним градусов. Она народная мастерица. И все костюмы сшила сама. Юрка по национальности. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В стадии олени готовились к кону. И поэтому оленеводы спиливали рога самым агрессивным оленям, чтобы они не поранили друг друга. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Последней картиной, которую я написала на Колыме, был портрет Игловского Николая Васильевича. Вот он. Но его было не так просто поймать, потому что он со своей супругой большую часть времени проводили на участке, на Амболихе. Это притока Коломы. Как бы вся их такая большая часть жизни была у них в стаде, в тундре, в кочевьях. Она уже осталась прошлым. И сейчас они пенсионеры. Им остается только рыбачить. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Там очень много заброшенных населенных пунктов осталось. Жилых только четыре. Это Колымская, Андрюшкиная, Походск и сам район и центр поселок Чарский. Вместе с морским портом Зеленым мысом. Но сейчас уже называется как речной порт. И все они, жители Севера, они отрезаны как будто бы от другого мира. Даже иногда выражается то, что если кто-то приезжает издалека, из Москвы откуда-нибудь или даже с Якутска, они говорят, я приехал с материка, как будто бы они живут на острове. На Нижнем Кламе в районе осталось сейчас около чуть больше 4 тысяч человек. Раньше самые хорошие времена там жило около 15. И вот сейчас остались... Ну, раньше люди там жили, радовались, трудились и верили в светлое будущее. Ну, пришел развал Советского Союза. Потом в начале двухтысячных тоже были тяжелые времена для Нижнеколымчан. И сейчас остались те люди, которые, наверное, не видят себя где-то в других частях света или безумно влюблены в свой край. Есть такое, что я заметила, на севере люди, я бы сказала, они более открытые и отзывчивые, чем в больших городах. Потому что, ну, вот я много об этом думала. Допустим, живут где-то в стойбище небольшом, на больших расстояниях друг друга в семье. И когда какой-нибудь путник приезжает к ним, они всегда его тепло встречают. Они обязательно поделят с ним жилье, накормят. Потому что это в таком суровом крае это жизненно важно. И вот мне кажется то, что именно на этом понимании, на этом понятии именно на открытости, доброте и отзывчивости вот и держится вся жизнь там. И мне кажется, это очень хорошо и очень важно осознавать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok